Праздник прощания с букварём – большое событие в жизни детей. Каждый первоклассник благодаря этой книге научился главному – читать. В честь этого сотрудники Десногорской детской библиотеки подготовили для ребят познавательное и весёлое мероприятие. Они рассказали об истории кириллицы и о самых первых способах передачи информации. Сами же школьники тоже подготовились к празднику. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять истрицу. Ну, прочти ещё страницу. Ученики из второй школы первого Б-класса в течение всего мероприятия дружно отгадывали загадки, играли в весёлые игры на повторение алфавита, а также участвовали в интересной конкурсной программе. Мы играли в игру «Кто первее займёт место на стуле?» Мне ещё понравились танцы. Ну, мне всё понравилось. В течение года дети изучали и проходили один из важнейших рубежей в их жизни. Но некоторые ребята пришли в школу уже подготовленные. Постепенно так и научился. Вообще я их всех выучил в 6 лет уже, хотя мне сейчас 8. Праздник прощания с букварём давно стал традиционным для всех школ города и считается очень важным и нужным событием для первоклассников. Благодаря букварю они не только учатся читать, но и узнают всю информацию о каждой букве алфавита. Мы изучаем каждую букву подробно. Гласная, согласная, звонкая, твёрдая. Мы проходим целый определённый этап, работая над каждой буквой. И если мы, допустим, берём слово «азбука», да, ребёнок уже может сделать схему к этому слову, разобрать каждую букву. В завершении мероприятия детей поздравили с изучением азбуки и вручили настоящее удостоверение. Теперь каждый первоклассник может самостоятельно читать любую книгу и постигать различные науки.